Итак, мы продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Робейну Ашера. И вот то, что он говорит. «Не склоняйтесь своего ближнего с доброго пути, не уподобляйтесь подстрекателю и совратителю». И объясняет это от имени Машгея Хаешивы Роб Левенштейна, Роб Беньямин Ицкак Зильбер. Это только однофамилец нашего учителя, Роб Ицкака Йосифа Зильбера. Он пишет так. «Очевидно, что Рош не писал эту книгу для злодеев. Так зачем он предостерегает своих читателей от таких страшных грехов, как подстрекательство и совратительство?» Дело в том, что Рош предупреждает о существовании подспудных и тайных сил, действующих в сердце человека. Каждый человек, если у него есть какой-то личный интерес в каком-то деле, может опуститься до поступка близкого к подстрекательству или совратительству, уводя своего ближнего с доброго пути даже на самую малость. И хотя он не становится настоящим совратителем в прямом смысле этого слова, тем не менее приближается к нему. И это говорит Рош. «Не уподобляйтесь подстрекателю и совратителю». Скрытые причины того, что человек совершает какой-то поступок – это то, как действует злое начало в сердце человека. Наши мудрецы говорят в трактатике «Души». подстерегает злодей праведника и хочет его убить. Кто это? Это злое начало в сердце человека. И если бы Творец не помог ему, он не мог бы совладать против дурного начала. Поэтому какая защита от дурного начала? – это просьба к Творцу, чтобы он его защитил. А единственное лекарство – это Тора. И бывает такое, что великие мудрецы не выдерживают испытания. Больше того, они могут достичь того, что они потеряют часть в будущем мире. Я задам вам один вопрос, который меня очень беспокоил. В предыдущей главе – это глава, которая завершает всю книгу Берешит. А книга Берешит – это книга основ. И вот, когда Йосеф приводит своих сыновей к своему отцу Якову и просит их благословить, и вдруг наш пратец Яков обращается к Йосефу и говорит «Ми, Эле! Кто эти? Кто эти?» Ираши нам открывает. От Ифраима происходит Ярабам Бенавад, от Минаши происходит злодей, царь Игу и его сыновья. Давайте вспомним, кем был Ярабам Бенавад. Открывает нам Танах, что Шлому Амелех, царь Шлому Амелех, он построил первый Иерусалимский храм. И после своей смерти именно его сын Рейхабам стал царем над еврейским народом после него. И вот великий пророк, который жил в это время, Ахия Шелони, который в детстве стоял у горы Синай вместе с еврейским народом, то есть он прожил около 500 лет, и он, сказано, что Талмуд открывает, он учил Тору с Ярабамом Бенавадом. И они были настолько великие мудрецы, что все остальные мудрецы их времени были как шелуха от чеснока в отношении к ним, или как трава в отношении к великим деревьям. И вот Ахия Шелони благословляет Ярабама Бенавада на то, что он стал царем. И он отделил 10 колен и образовал государство Израиль, стал царем над 10 коленами, А Рехабам, сын Шлому, царствовал только над маленькой Иудеей. Колено Иуды, немного от колена Беньямина, и колено, и те, кто служили в храме, это левиты, из которых происходит икон. И вот открывает нам наши святые книги, что из-за опасения, что евреи будут приходить в храм, и там будет иметь право сидеть только потомок Давида, а он должен будет стоять. Тогда, когда евреи увидят это, испугался Ярабам Бенавад и закрыл границы. На границах он поставил солдат, которые не будут давать евреям в три годовых праздника подниматься в Иерусалим под угрозой смерти. И сказано, что он от себя выдумал новые праздники. Больше того, он в Дании, в Байршеве, поставил двух золотых тельцом быков и сказал «Эл-эл-эл-эл-эйха, Исраэль!» Это боги твои, Израиль. То есть заставил евреев поклоняться идолам. И это то, что пророчески видит наш пратец Яков. И он подозревает, что этот корень зла заключен в Эфраме, и именаж. И тогда сказано в нашей главе, что отвечает ему Йосеф и показывает ему Ктубу. Это посмотри на это, они чисты. То есть вот Ктуба, я женился на Аснат по еврейскому закону. И объясняет это Рав Исбриско, Рав Соловейчик, что то, что показывает Йосеф, что он по еврейскому закону посвятил себе жену, а он не мог посвятить ее, если бы она не прошла еврейство. Если мы примем то, что объясняют наши мудрецы, что она была настоящей дочерью Потти Фера, и то, что Зулейка, жена хозяина Якова, Поттифара, она видела по звездам, а в Египте гадали по звездам, что из ее дома выйдут потомки Йосефа, она думала, что это от нее, но она ошиблась. Это от дочери, которая воспитывалась в их доме. Либо то, что мы знаем, Медраж говорит, это дочка Дины Ишхема, либо настоящая дочка Поттифара. И тогда доказательство того, что в чистоте и в святости посвятил себе Йосеф дочку Поттифара, что она прошла Гиюра, поэтому эта Ктуба была по всей святости и заключен еврейский брак, а Рамбам говорит, до дарования Торы. Человек встречал женщину на рынке, спрашивал ее, ты хочешь быть моей женой? Она приходила, жила в его доме, а когда один надоедал другому, он говорил ей, уходи, она уходила, и все. А здесь то, что в еврейском народе, когда происходит посвящение, кедушин, арейат мекудешет либо табадзу, кедат Моше в Исраэль, вот ты посвящена мне этим кольцом по закону Моше и Израиля, так это то, что показывает Йосеф, это не из-за того, что дурной корень заключен в их матери, но она посвящена мне по закону Моше и Израиля. Моше еще родится через много лет, а сейчас показывает Яков своему отцу Ктубу. Почему же отходит пророческий дар от Якова, и он не может благословить своих внуков только после молитвы Йосефа, когда он снимает свою корону, падает перед своим отцом и просит своего отца на небесах, чтобы вернулся пророческий дар его отцу. И это он говорит своим сыновьям. Вы выросли здесь, во дворце у царя мира, ведь Йосеф, он правил в Египте, а Египет была самая важная страна того мира. Все страны приносили дары фараону, а он правая рука, фараона и говорит Йосеф своим сыновьям, там так открывает Медраж, вы думаете, что все блага мира, все это имеет какое-то значение? Самое важное это благословение дедушки. Просите Творца. И они со слезами просят Творца. И возвращается Дух Святости к Якову. И он благословляет их. И так будут евреи благословлять своих сыновей, чтобы ты был как Эфраим и как Минаж. Но вопрос, который мы задаем, как это может быть через много сотен лет родиться от Эфраима Яровамбенават, который сам грешил и заставлял грешить весь еврейский народ. То есть, как будто мы должны задать вопрос, значит, Яровамбенават не мог не стать злодеем. Через сто лет родиться Яушобенун. Значит, Яушобенун не мог стать не стать праведником. Когда в Гевоне он остановил солнце, весь мир узнал про его поступок. Праведник, преемник Мушерабейну от Эфраима. Но давайте посмотрим, что говорит Рамбом. Рамбом в законах от Чуве говорит не так, как говорят глупцы народов мира и не так, как говорят гольмин, недоделанные в народе Израиля, что творец заранее определяет такой-такой-то будет праведником, такой-такой-то будет злодеем. Но право выбора в руках у каждого человека. И каждый может склонить себя и быть праведником, как Мушерабейну, либо злодеем, как Ярован Бенаван. Все. Как же Якова Вину видит пророчески, что от Эфраима происходит Ярован Бенавад? И для меня это был очень тяжелый вопрос, пока я не нашел свой ответ. Мой ответ заключается в том, что то, что открыли наши мудрецы и то, что написал Раши, объясняя это место пятикнижи, это было после того, как пришел Ярован Бенавад, сделал все свои страшные дела. Наши мудрецы открыли, кого он увидел. Больше того, сказано, что Ярован Бенавад держал этих двух золотых быков и произнес те же слова, которые произнесли Эр-Эв-Раб, сброд народов перед еврейским народом, когда был сделан золотой телец Эл-Эл-Огейха, Исраэль, это боги твои, Израэль, который вывел тебя из Египта. А почему множественное число? Медраж говорит, был не сделан ни один золотой телец, а у каждого колена свой золотой телец, свой золотой бык. Вот, и это то, что говорит Ярован Бенавад, это боги твои, Израэль. И это то, что говорит наш братец Яков Эле, ми Эле, кто эти, которые в будущем скажут, кто те, которые в будущем скажут, Эле, вот это твои божества Израиль. Тогда это ответ. Только после того, как Ярован выбрал, склонил себя, что он идолопоклонник и заставляет евреев служить идолом, и запрещает им исполнять повелительные заповеди Сторы, показаться три раза в году в храме, это только потом открылось. Но вопрос остается вопросом. Есть ли Якова Вину? Заранее увидел его Яровама Бен-Авата? Значит, Яровам Бен-Авата не может не стать злодеем. Это опровергает как будто слова Рамбама. Это как бы подрывает главную основу Торы. Если я запрограммирован, я должен стать злодеем, то за что же Творец меня будет потом наказывать? Или если я стал праведником, за что я буду получать плату? Ведь это не я, это ты Творец меня вложил, это ты меня сделал таким. И тогда то, что написано в Торе, я дал тебе жизнь и смерть, добро и зло, и выбери жизнь. Тогда все это не имеет никакого смысла. Вы понимаете? Как же мы можем понять то, что видит пророческим даром наш братец Яков? Такой-то праведник, такой-то злодей. И я советовался, ну, вопрос, вопросов, вы понимаете. Понятно, то, что говорит рабе Акива по учениях отцов. А кольца фуевы решут Нетуна. Все предопределено, но право выбора дано. Понятно? Это у Творца. Не мои мысли, ваши мысли. Все понятно. А теперь это пророк, великий братец Яков, основа всего еврейского народа. Он это видит. Как же это можно понять? И я советовался с большими еврейскими мудрецами. И вот Рав Глик преподаватель важный Ишири. Он сказал, что мы могли бы понять это немножко по-другому. Ведь когда написано в Торе, что и возлег Рувен с Билькой, наши мудрицы говорят, если бы он возлег, то есть сделал женой своего отца, объясняют они, он перенес кровать из шатра Бильки в шатер своей матери Лей кровать отца после смерти Рахель, Яков поместил там свою кровать, потому что Билька воспитывала его маленьких сыновей. Йосифу было где-то семь лет, а Беньемин родился и при родах умирает мать, Билька воспитывает их со своими детьми. И вот это открывает наши мудрецы, что он только перенес кровать, за это он потерял две части, как первенец, не смог, забрали у него царскую власть, передали Иуде, он должен быть первосвященником, это передали Левий, утратил, но не совершил то, что впрямую написано в Торе. Или то, что я задал ему вопрос, ведь сказано, что песня о Зину сказана так, она будет свидетельством, что говорит Моше, я умру, и встанет этот народ, и будет зона, и будет как бы блудить за другими богами. Это Моше предупреждает, и объяснило мне тоже, это тоже означает, что это такое, нет праведника, который бы делал только праведные дела и не ошибался. То есть даже если сказано так, каждый, который гневается, как будто служит идолом. Каждый, который смотрит в окна чужого дома, как будто спит с женой хозяина дома. Это наши мудрецы говорят. Каждый, который участвует в трапезе выкупа первенца, как будто постится восемьдесят четыре поста. Это можно понять. Так же, как в этом месте, что и возлег Рувен с Билькой, а на самом деле перенес кровать. То есть простой смысл, мы понимаем, что здесь заключено толкование. И тогда то, что объяснил Нерав Глик, он не видел конкретно Яровама Бенавата. Это потом мудрецы определили. Но он видел, что от его потомства происходит тот, кто будет заставлять евреев служить идолам. С другой стороны, тот, кто возглавит евреев при овладении землей и ушел Бену. Конечно, есть такой ответ. А если мы опять зададим этот вопрос? А если Якова Вину действительно видел Яровама Бенавата? Яровам Бенавата был величайший еврейский мудрец. Так если бы он на один процент отклонился, возгневался, как будто служит идол, а не на 120%, и когда Ахеш Илони увидел, что он делает, Яровам Бенават, он проклял его и сказал, что не будет ни один из его сыновей похоронен в могиле, разрывать его тело будут в городе собаки, и в поле будут дикие звери рвать его кости, рвать его тела. Сказано, что один сын Яровама Бенавата, он был назначен на одной границе, чтобы не допускать евреев отправиться в храм. Он не только открыл границы, но и сам пришел к храм и поклонился. За это он умер и был похоронен. за это. Но в день его смерти рождается его сын. И 70 мудрецов из колена Ефраима они забирают его в пустыню и обучают его торе. Ведь проклятие Ахиа, Ашелонии было в городе и в поле. Они забирают его в пустыню и открывает это великий каббалист Мегале Амукот так равнета нота Шапира мудрец и каббалист он говорит именно от этого потомка Яравама Бенавата внука происходит Машвех Бен-Йосеф тайны Творца мы не понимаем эти тайны Творца но мы видим какая глубина заключена в них а после всего я опять задам этот вопрос если заранее видит именно Яравама Бенавата и Йошо Беннуна наш братец Яков так это значит что как будто у Яравама Бенавата не было выбора и он должен был стать злодеем а у Яушо Беннуна не было выбора и он должен был стать праведником и это как будто опровергает слова Рамбама и то что я слышал от Гаона Рамыши Шапира моего учителя совсем недавно мы отмечали два года после его ухода он говорит что творец ради того чтобы раскрылась его слава в мире он сотворил мир слава творца раскрывается через тех кто по свободному выбору выбирает ему служить царская власть через тех кто добровольно принимает ее на себя и он задает вопрос это ведь для нас полная противоречия творец все заранее видит а с другой стороны полная свобода дана человеку мы можем это понять и это то что продолжает рамбом и говорит не мои мысли ваши мысли не мои пути ваши пути мы творение творца и мы полные компаньоны творца в реализации его царской власти если вы мои свидетели то я бог я тот кто сотворил мир с другой стороны это тайна после всех наших объяснений которое остается тайной ведь об этом впрямую говорится в торе я дал тебе жизнь и добро смерть и зло и выбери жизнь то есть у меня есть полный выбор и полная свобода выбрать волю творца с другой стороны до конца понять это это все равно остается тайной и через эту тайну мы открываем что сколько бы мы не приближались сколько бы мы не постигали пути творца творец мы и говорим его имя творец ведь даже самое сущностное имя творца авая это сотворено раскрытие этого имени потому что им сотворены все духовные миры и наш материальный мир про самого творца мы не говорим ведь творец он над временем и над местом но он хочет раскрыться в мире как царь через кого через того кто добровольно примет на себя его царскую власть и об этом мы должны помнить мы потомки Абрама Ицкака Иакова те которые проложили эту тропинку служения творцу те через которых творец проявился в мире и это объясняет Йона Агерунди это одна из важных вещей которые человек должен помнить я потомок моих великих прадцев у меня особенная роль в реализации воли творца я должен постараться исполнить это это тайна и мы знаем что что это тайна и то насколько творец открывает нам мы должны постигать его пути и при всем при том знать что сам творец он непостижим тем кто живет внутри пространства и времен он не он не он не он